Привет всем из Токио! Сегодня видео у нас с вами будет захватывающий бьюти-шоппинг. Я нахожусь в модном центральном районе Гинза. Сюда люди приезжают в рестораны за покупками. Помимо украшений, одежды, здесь можно видеть множество бутиков косметики, аптек. Сегодня мы заглянем в некоторые из них. Посмотрим, что продается, как японки выбирают себе косметику. Уход для лица, витамины, бады. Сейчас мы с вами находимся в бутике Шосейда. Достаточно новый магазин, такой интересный дизайн здесь. На экранах можно читать информацию о продуктах. А сейчас я попросила консультанта помочь выбрать оттенок «Тональная основа». Давайте посмотрим, как это происходит. Как выбирают тональное средство в Японии. Я надела специальный браслет, и консультант расскажет, как правильно пользоваться язык. Можно выбрать английский, японский. Сначала нужно сфотографироваться. Нужно снять маску, чтобы увиден был тон кожи. И теперь аппарат выбирает мне подходящий оттенок. Вот три цвета, которые идеально подходят. В середине оттенок номер 260 идеально подходящий. И цвета чуть светлее и темнее. И выбрав оттенок, который хотите попробовать, Вот таким образом выдает аппарат небольшое количество средства. Можно, конечно, на свою руку. Сейчас я снимаю, поэтому консультант попробует за меня. Можно нанести на лицо, попробовать. И если понравилось, вот таким образом приложить браслет, положить в корзину товар и оплатить сразу рядом на кассе. Вот такая здесь интересная система. Если взять в руки средство, которое вас заинтересовало на экране, сразу высвечивается информация, что это за средство, как им пользоваться. Слева на экране видно, что можно выбрать язык, английский, японский и прочитать все о средстве. И цена сразу высвечивается на экране. А здесь декоративная косметика из интернациональной линейки, которая продается во всем мире. Вот таким образом, например, консультант положила блеск для губ. И на экране сразу высвечивается вся информация о средстве, как им пользоваться. Также можно попробовать на губах. Это интерактивное зеркало, позволяющее примерить варианты макияжа моментально на себе. Разные оценки помад. Сейчас я пробую. Немного отсвечивает свет. Здесь большие окна. На улице яркое солнце. Посмотреть, как интересно. Темный оттенок попробуем. Консультант рассказывала, что на втором этаже можно сделать макияж. Все попробовать на себе. А здесь на первом этаже моментальный виртуальный макияж. Палетки теней попробуем также. Фиолетовая. Теперь вот такая вот палеточка с красным. Оттенок номер 8. Яркая, эффектная. К макияжу глаз можно подобрать помаду. Интерактивное зеркало передает не только цвет, но и текстуру. Глянцевый оттенок помады. Можно видеть даже блеск. В этом магазине продается базовая линейка Shiseido, которая представлена во всем мире. Но в Японии, конечно, ассортимент намного больше. Посмотрим с вами далее в других магазинах. Вот такой вот лосьон. Самый старый продукт, который производится в этом бренде. Надеюсь, вам было интересно в новом бутике. Много разных брендов. Например, Asta Lift от Fujifilm. Известная марка. Если вам интересно, пишите в комментариях. Заглянем туда в следующий раз. А сейчас предлагаю посмотреть, что продается вот в этом магазине. Это огромная, самая известная корпорация в Японии. Као. Она производит такие бренды, как Sofina. Люксовый вариант Est. Као Корпорации принадлежат очень многие японские бренды. Вот такие вот аппараты показаны. Кожа будущего. Очень интересно. Давайте заглянем, посмотрим, как это работает, как пользоваться этим аппаратом и какая косметика здесь продается. Вот такой вот небольшой бутик. Попросим консультанта показать. Посмотрите, вот эти таблички означают косметическую премию, которые получают средства, как лучшая косметика. Несколько премий получил аппарат от Као Эст кожа будущего. Вот так он выглядит. Сначала наносят определенную сыворотку, потом аппаратом мельчайшие струю распыляют кожу будущего. Высокотехнологичное волокно, разработанное этим брендом. Внутри консультант показывает, входят специальные картриджи. Новую кожу наносить можно два раза в день. С утра она скрывает поры, сверху на нее наносится тональная основа и говорят, что лицо выглядит очень-очень гладким, без пор. Кожа будущего не имеет оттенка, она абсолютно прозрачная и становится невидными поры, пигментные пятна. Консультант показывает, два варианта сывороток наносится перед использованием аппарата с утра и вечером. Вечерний уход заключается в том, что этот аппарат закрывает сыворотку и позволяет компонентам полностью работать в коже, не испаряясь из нее. С утра невидимая кожа снимается. После умывания, использования уже утренней сыворотки, можно наносить опять под тональную основу. Как я поняла, есть разные картриджи и уже вышла в продажу или планируется тональная основа распылять. Тоже вот таким же образом, как вторая кожа. Показывается на модели. И искусственная кожа не видна даже при ближайшем рассмотрении. У консультанта на руке, я близко смотрела, не видно ничего. Она становится абсолютно прозрачной. Интересно было бы попробовать этот аппарат на лице. Вот такие вот сыворотки. Используется в комплекте в зависимости от времени суток. Показано, что становятся невидные пигментные пятна. А здесь уходовая косметика представлена. Самый популярный вариант сейчас. Это обычные уходовые средства, которые наносятся без аппарата. Здесь есть лосьон, сыворотка, пенка. В марке Est продается очень много разных средств. Вот такой крем я вам показывала. Давайте оставлю ссылку на видео, где я показывала эту косметику. Если вам интересно, посмотрите. Все это представлено тоже в этом бутике. Можно попробовать, купить здесь и уход, и декоративная косметика. Бренд Est от Kao очень популярный. Продается во всех практически универмагах. Департмент 100 в Японии. Люксовый бренд. Ну а мы с вами отправляемся дальше. Немного прогуляемся по улочкам в районе Гинза. И заглянем еще в несколько магазинов. Кафе встречаются на моем пути. Рестораны, кафе, магазины здесь на каждом шагу. Помните эту маленькую улочку? Как-то мы здесь с вами уже гуляли. Известные шоколадье. Конфеты, мороженое. Вот такое шоколадное продается. Маленькие узкие улочки, на которых тоже есть рестораны, кафе. Здесь чайный дом и магазинчик небольшой со сладостями. Покажу вам очень красивые орхидеи при входе. Их дарят, когда открывают новый бизнес. Новый ресторан, кафе, магазин, как здесь, например. Бывают это обычные, большие, очень цветочные композиции. Но чаще всего распространены именно такие орхидеи белоснежные. Женщина, одета в кимоно, продается японские сладости, видимо, или печенье. Приглашают вовнутрь посмотреть за покупками. Но у нас с вами сегодня видео бьюти-шоппинг. Поэтому заглянем попозже, в другой раз. Вот такие шикарные орхидеи. А продается здесь, видите, вот такое вот печенье. Большие коробки. А мы с вами зайдем в бутик, который называется The Ginza. А здесь продается самая известная, самая дорогая линейка косметики от Шосейда. Называется она The Ginza. И продается она тоже только здесь, только в районе Гинза. Но еще в аэропорту, в Дьюти Фри, в Японии ее можно встретить. Вот такая вот косметика. Сейчас, кстати, этот бутик закрылся. Но эту косметику можно найти и в другом ближайшем бутике Шосейда. В который мы с вами чуть позже тоже заглянем. А сейчас давайте посмотрим, что представлено в этом бренде, в этой эксклюзивной линейке по уходу за кожей лица. Консультант рассказывает о средствах и последовательность нанесения. После умывания рекомендуют протирать кожу вот таким вот лосьоном голубого цвета, светлого флакон. Очищает, удаляет роговевшие клетки, увлажняет. Лосьон точно в таком же флаконе персикового цвета, розового. Более насыщенный, увлажняющий, а голубой глубоко очищает кожу от загрязнений, подготавливает ее к нанесению следующих средств, усиливает их действия, отшелушивает старые клетки. Я спрашиваю последовательность нанесения. Масло для удаления косметики, умывание, потом используется лосьон и сверху эмульсия. Эмульсия – это облегченный вариант крема. А это умывание. Консультант рассказывает, что очень хорошо очищает поры, даже снимает воспаление, успокаивает, когда есть прыщи. Использовать можно два раза в день, утром и вечером, умываться такой пенкой. Кожу она не пересушивает. После нанесения лосьона в дополнение можно, например, использовать сыворотку, а сверху закрывать ее уже эмульсией. Самое базовое использование – это умывание, лосьон и эмульсия. Облегченный вариант крема. Крем очень дорогой в этой линейке. Цена у него просто невероятная. И вот эти вот эссенции тоже очень дорогие. Сейчас мы с консультантом как раз это обсуждаем. Но это специальный такой тритмин. Сыворотки рассчитаны на 6 недель использования. И как консультант говорит, что они здорово обновляют кожу, воздействуют даже на глубокие слои кожи. Но цена просто невероятная. Так же, как и у крема из этой линейки. А вот эмульсии, лосьоны, не дешевые, конечно, но более приемлемые по цене. Я пробовала эту линейку. Кстати, очень хорошие действительно. И лосьоны, и эмульсии, и умывание хорошее. А сейчас консультант показывает увлажняющее средство. Крем дневной с SPF защитой. 30 EPA 3+. Бежевый оттенок придает сияние, но покрытия, как у тональной основы, у него нет. Поэтому используется как база под макияж. А сейчас мы с вами смотрим средство, предназначенное специально для кожи вокруг глаз. Удобный флакон, текстура легкая, нежирная, но сильно увлажняющая. Хорошо подходит под макияж. Хорошо растягивается, не липкая, не жирная. Сохраняет кожу увлажненная от морфин. Вот такая вот самая лучшая линейка в шоссе. Продается она только в Токио. Ну а с международной доставкой можно приобрести в магазине Tokyo On Demand. Много разных бутиков, известных брендов. Айура, например, а здесь Фанкель. Этот бренд известен не только косметикой, но и своими БАДами. Часто вам показывала разные на канале. Если интересно, пишите в комментариях, заглянем сюда как-нибудь тоже. На верхнем этаже здесь даже делают какой-то тест. И можно подобрать свой курс пищевых добавок. Посмотрите, увидела еще интересный магазинчик, что здесь продается. На первом этаже вижу массажеры для лица Рефа с микротоками. Написано, что здесь и салон красоты есть, парикмахерская. Все для волос, плойки. Плойки очень хорошие, я вам тоже показывала в видео. Оставлю ссылку на него, посмотрите. Кому интересно, японские плойки для волос очень хорошие. А здесь Рефа, еще массажер для головы. Хочу его себе тоже купить. В магазине как-то пробовала, мне очень понравилось. У меня только для лица Рефа массажер. Видеообзор на него я тоже снимала. Кому интересно, посмотрите. Оставлю на экране. А мы с вами отправляемся вот в тот бутик сейчас. Огромный, самый известный бутик Шесейда в районе Гинза. В этом бутике я как-то уже снимала. Но это было так давно. Наверное, это одно из моих первых видео было на канале YouTube. Конечно, с этого момента все уже изменилось. Изменился интерьер. Хотела здесь поснимать видео еще раньше. Но здесь всегда столько, много людей, особенно туристов. На первом этаже зона дьюти-фри. Сюда невозможно было войти. Очень много иностранцев, покупателей. А сейчас еще с коронавирусом не возобновилась полностью туризм. Поэтому мы с вами можем спокойно посмотреть. Здесь представлены все линейки Шесейда. Сейчас мы с вами смотрим одну из самых дорогих люксовых линеек. Клея Дупо. Тени для век. Такие палетки давно уже у них очень хорошие. У меня есть оттенок номер 305. Он был на экране справа сверху. Базовая цвета хорошие тени. А это, посмотрите, какая красота тоже вам показывала. Это подсвечивающая пудра, хайлайтер. Он не очень яркий, поэтому можно наносить хоть на все лицо. Или на отдельные зоны, например, для подсвечивания лица. У меня есть вот этот оттенок номер 14. Румяна. Тоже, кстати, очень хорошие. Не поменялись они уже несколько лет назад. Я покупала у меня два цвета. 104-й персиковый. И самый любимый вот этот. Оттенок номер 103. Уход для лица из люксовой линейки Клея Депо. Тоже можно найти здесь, в бутике. Либо в любом большом универмаге Департмент 100. На первых этажах обычно продается люксовая косметика. Зе Гинза. Самая лучшая линейка в Шосейде, которую мы сейчас с вами только что смотрели. Можно найти здесь. Либо в аэропорту в Дьюти Фри. Другие линейки Шосейда. Например, Эликсир. Распространенная серия. Вот такую маску я вам показывала для лица. Сыворотка у них популярная. А самый популярный продукт в линейке Эликсир – это крем для кожи вокруг глаз. Убирает морщины. Он считается даже медицинским. Вот эта вот сыворотка. Лекарственным, медицинским, значит, что у него 100% есть действие. Это были БАДы от Шосейда. Покажу вам другие линейки, которые здесь представлены. А крем для кожи глаз, если кого-то заинтересовал, посмотрите под видео ссылку. В разделе Шосейда вы его найдете. Эликсир – крем для глаз. В тюбике 15 грамм. Очень популярный крем. Очень много разной косметики, линеек. Большой бутик. Есть еще третий этаж. Там, наверное, более широко представлены БАДы и парфюмерия. И средства для волос, наверное, тоже на третьем этаже. Вот такой вот интерьер здесь. Квадратные столики. Зоны специальные, где можно сделать макияж. И здесь, в этом бутике, представлена вся продукция от бренда Шосейда. Все, что только производится. Люксовый антивозрастной уход для кожи от Клея Дупо. Называется Синактив. А здесь линейка, которая тоже предназначена для внутреннего рынка Японии. Называется Макияж. И в ней представлены именно средства декоративной косметики. Вот такие вот румяные. Я вам как-то уже показывала много лет назад. У меня вот в таком розовом цвете P.K.200. Слева более персиковый цвет. А справа что-то вроде пудры, хайлайтера. А не со свечением, с легким. А это тени от Шосейда Макияж. Тоже очень популярные. Качество видно очень хорошее. Но я их не пробовала. В Японии такое количество косметики. А я, можно сказать, единственный бьюти-блогер. Кто вам на протяжении многих лет в таком количестве показывает японскую косметику. Но все не перепробовать здесь даже за много-много лет. Даже если краситься каждый день новым средством. Очень много, что я вам показываю из японской косметики на своем канале. В видео можете найти много обзоров японских брендов разных. Самых известных, популярных. Которые я делала для вас на протяжении многих лет. Много необычных интересных средств. Которые продаются только в Японии. Например, вот эта линия. Видите, написано, что она снята с производства. Многие средства. Это самая старая линейка Шесейда. В нее входят средства для профессионального грима. Традиционного театра Кабуки. Аппараты для массажа, для лифтинг лица. Использовать нужно в течение 6 минут. После нанесения крема специального. Косметика для мужчин. Широко представлены в этом бренде Шесейда. Санскрины. Солнцезащитные средства. А это патчи под глаза с микроиглами. Из гиалуроновой кислоты. Очень подробно показывала вам в одном из бьюти видео. Ссылку тоже оставлю на экране. Кому интересно, посмотрите. Попалась мне аптека на моем пути. Давайте заглянем. И я вам покажу, что продается в японских аптеках. В японских драг-стоп продается недалеко не только лекарства. В основном здесь можно найти любые средства гигиены. Для волос, для ванны. Очень много косметики. Маски при входе продавались. А здесь увлажняющие маски для лица. Из этих мне нравится Queen Premium Mask. Для увлажнения кожи от морщин. Также в видео показывала вам уже много раз. Обзоры на такие увлажняющие маски. Вот такие вот стеллажи полные, косметики различные. Не только аптечных брендов, но и обычные масс-маркет марки, представленные здесь. Такие тени пробовала. Кстати, они недорогие, но очень сыпучие. Мне не понравились. Японская бюджетная марка Can Make называется. А вот здесь, кстати, продается моя любимая тушь. В аптеке можно найти очень много всего нужного, интересного. Вот она, героин Make Kiss Me. Я всегда выбираю для объема коричневого цвета. Вот такая фиолетовая упаковка. В черном цвете также она есть. А справа такой же вариант, но удлиняющая тушь. Мне больше понравился Volume объем. Очень хороший. Она водостойкая. Очень хорошо держится. Завивку ресниц сохраняет. Не отпечатывается, не течет. Даже в жаркую погоду. В аптеках, так же как и в магазинах, можно видеть разные бренды. Вот, например, Dr. Silabo кремы для рук Coin Rich. Недорогие, но очень хорошие, популярные в Японии. Вот такие вот увлажняющие средства для губ лечебные. И просто увлажняющие бальзамы. Лечебное средство вот такое вот очень хорошее. Когда губы потрескавшиеся, всегда его используют. Марка Shiseido лекарственное средство. А здесь тоже Shiseido бюджетная линейка Senko для умывания лица. А это отбеливание пигментных пятен с витамином С. Наносится точечно, осветляет пигментные пятна. Milano CC называется. Очень известный бренд от марки Kanabo. Называется Kate Tokyo. Здесь хорошие лайнеры. Подводки для глаз. Для бровей средства пользуются большой популярностью в Японии. Для волос, камелия, цубаки. Написано, что получила маска косметическую премию. Лекарства по рецепту обычно продают в отдельных местах. Не в таких вот рак-стоа. Здесь можно приобрести обычные лекарства без рецепта. И очень много косметики. Это санскрины защиты от солнца. Одни из самых-самых популярных в Японии. От Kanabo Ali. Сейчас вышли новинки. И в конце этого видео я вам покажу более новые. Это видео снимало в разное время. И некоторые средства уже обновились. Вот такая вот защита от солнца. SPF 50 и PE 4+. Самая мощная защита. От Shiseido Anessa. Тоже солнцезащитные средства. Elixir. Тоже, что мы и видели с вами в бутике. Линейка представлена в аптеках часто. Хорошее средство. Что-то среднее между люксом и масс-маркетом, я бы сказала. А здесь от Kanabo очень хорошая линейка для чувствительной кожи. Называется Free Plus. Очень плохой свет, поэтому не смогла хорошо снять. Но я пользовалась этим кремом и показывала вам как-то видео от Kanabo Free Plus. Хорошая очень. А здесь другая линейка. Тоже от бренда Kanabo. Называется Dew. А это Suicide линейка. Продается только в Японии. Вот такие вот маски тканевые, увлажняющие. Лифтинг очень хорошая здесь. 3D маски в розовой упаковке. Вот такой вот магазинчик. Вроде небольшой, но здесь так много товара. В зависимости от района, от расположения. Могут меняться, конечно, средства, бренды. Здесь больше косметики, например, чем бытовой химии представлено. Вот такие вот марки известные. Софина. Это Као Корпорация. Линейка, которая обычно продается в аптеках. Более бюджетная. В таких драг-сто аптеках иногда бывают скидки или бонусы дополнительные. Сыворотка, помните? Вот такая от Софина. Я вам ее показывала. Очень популярная. А на люксовую косметику в департмент-сто, которая продается, никогда не бывает сейлов, скидок. Даже если это лимитированная коллекция, которая не распродалась. Хотя лимитированная коллекция очень популярная. А это сыворотка White Professional. Называется осветляющая от пигментных пятен. Линейка для осветления кожи от пигментных пятен. Тоже от Софина. Макияж от Шосейда. Только что в бутике видели мы с вами. В аптеках тоже продается эта линия. Здесь представлена только декоративная косметика. Соответственно, названию красивые тени. Флофущий бренд популярен своей тушью. Вот такими вот блесками, помадами. Которые изменяют температуру цвета губ. Также был обзор у меня на канале. Лайнеры очень хорошие в этой марке. Разного-разного цвета. С тонкой кисточкой. Красивые насыщенные цвета. Есть необычные. Желтый, голубой, фиолетовый, лавандовый. Черный, коричневый, конечно. Это тушь. Вот такие небольшие стенды, где можно купить салфетки и косметику для использования один раз. Вот такие, например, бумажные салфетки для удаления жирного блеска с лица. Когда не хочется использовать пудру. Специальные матирующие салфетки. Влажные салфетки для тела. Для удаления макияжа. Вот такой вот наборчик на один день. На один раз удалить косметику, лосьон. И базовый уход, крем. Еще очень хороший бренд называется Coffred Door от Canebo. Эта марка тоже продается часто в драгстое. Очень большой выбор. Румяна хорошая от этой марки. С красивым сиянием. И стоит недорого. А то, что я вам сейчас показала, это были тени. Кремовые тени для глаз. На выходе продаются маски. Некоторые из них с антивирусными фильтрами. Но не все. Добрый вечер, друзья, еще раз. Сегодня мы с вами еще раз заглянем в аптеку. Популярная сеть японских аптек. Называется Matsumoto Kiyoshi. Здесь также при входе продаются маски. Вот эти вот с антивирусным фильтром японского производства. Марка называется Unicharm. Вот так вот много товаров в японских аптеках. Здесь несколько этажей. На втором этаже косметика тоже продается. Средства для волос, для душа. А это стенд. Капли для глаз. Витамины для глаз. Представляете, какое огромное количество. Я вам показывала некоторые из них. Самые популярные. Вот такие вот Smile Bold, например. От усталости, от сухости глаз. Витамины можно использовать каждый день. Качество потрясающее здесь. А это БАДы и витамины для здоровья, красоты. Базовые витамины. Витамин С, например. Самый обычный, недорогой антиоксидант. БАДы для сжигания жира, для мозговой деятельности. Много разных. На токе нацио, ферментированные бобы. Калаген для красоты кожи. Коэнзим Q10. Аминокислоты. А вот увидела, кстати, новинку. От Canebo Ali. Солнцезащитные средства. Иногда можно видеть сезонные, лимитированные упаковки. Ну, в общем, в японских аптеках, драгстой. Можно провести много времени. Исследуя разные новые средства. Чего здесь только нет. Заглянем с вами еще в одну аптеку. Я покажу вам базовый ассортимент. Зубные пасты, например. Бренд Апокат. Очень популярен в Японии. На наклейке было написано косметическое премие. Зубные щетки. Очень много средств для ванны, душа, для волос. Различные сыворотки, средства для укладки. Японское масло камелии для волос. Очень популярно. 100% масло камелии японского производства. Вот такая вот упаковка. Не только японские бренды представлены. Например, тот же Лореаль или Нивея. Также продаются в Японии. Производство Японии. Я вам стараюсь все-таки чаще показывать. Лосана. Эссенция для облеска волос. Написано тоже получила косметическую премию. Шампуни. Есть кондиционеры такие. А это умывание для лица в капсулах. От Канебо. Линейка называется Suicide. С зеленым чаем, с углем и обычный голубой вариант. Марка Фанкель. Некоторые средства представлены в аптеках. Также вот это вот умывание. Очень хорошее у них. Мне нравится. Я уже купила в третий раз. Умывание для лица в капсулах с углем. Очень хорошо очищает поры. Внутри пудра смешивается с водой. И нужно просто ей умыться. И можно использовать один раз в день. Для удаления макияжа. Недорогие бюджетные средства. Например, вот Пиоры. Вот такой вот гель в розовом тюбике. Очень хороший. Стенды с косметикой Канебо. Дорогие варианты продаются в универмагах. А более бюджетные в аптеках. Вот Кофредор. То, о чем я говорила. Румяна. С очень красивым сиянием. Вот такой вот цветочек. Круглый. В нескольких цветах продается. Правда, пробник только в одном оттенке. В персиковом 0.2. Но на картинках можно было видеть другие цвета также. Здесь пудры для лица. Я не пробовала такие. Вот этот вот продукт меня очень заинтересовал. Пудра как бронзер для светлой кожи. Думаю, очень хорошо подойдет. Цвет удачный. Не рыжий. Надо купить, попробовать. Я, наверное, выбрала бы оттенок номер 0.3. Или цвет номер 1. Тоже очень хороший. Как бронзер на скулы наносить. Хороший оттенок, думаю, для светлой кожи. Марка Софина представлена в аптеках часто. В бренде Курел много средств для чувствительной кожи. Тоже Као Корпорация. Здесь уход для кожи, для рук, умывание. Недорогая марка в аптеках продается. Это средства для губ увлажняющие. Как видите, не только японские марки представлены. В Японии распространен бальзам вот такой вот с ментолом. Мужчины тоже часто им пользуются. Один из самых популярных – DHC. Очень его хвалят. Бальзам для губ. Один из самых популярных. А это санскрины новые. От Шоссе до Анесса и Канебу Али. Самые-самые популярные. Вот такая вот новая линейка в этом году. Средства с очень мощной защитой от солнца. SPF 50. Не оставляют белизну на коже. Есть водостойкие варианты. Для отдыха на море и в городе использовать под макияж. Солнечную погоду, чтобы не появлялось пигментных пятен. Моя любимая тушь здесь продается. И вот такие вот щипчики для завивки ресниц. От Шоссейда специальные сменные резинки. Два вида макияж. Бренд и просто Шоссейда. Хорошие щипчики. Я такими постоянно пользуюсь. Другие марки тоже представлены. Но я не пробовала. Не все хорошие, конечно. Я как-то купила такие щипчики. От неизвестного бренда. Они были очень неудачные. И ресницы не завивали. Так что не все хорошее. Что продается в магазинах. А это румяна. Посмотрите, как их уже хорошо тут попробовали. От Шоссейда макияж. И тени. Для век. Тоже видно, что все их здесь пробуют. В аптеке можно свободно подходить. Все пробовать. А это реклама. Новые пудры от Шоссейда. Которые выходят один раз в году. Snow Beauty называется. Написано, что начало продаж в июле месяце. От разных брендов понемногу ассортимент представлен в аптеке. Asta Lift от Fujifilm марка. Dr. Silabo. Вот эта линейка очень хорошая. Но, конечно, если заглянуть в магазин, в бутик, будет ассортимент намного больше. В аптеке представлены самые-самые такие базовые варианты. Вся эта косметика производства Японии. Минтон марка увлажняющие тканевые маски для лица. От Косе. Популярные варианты масок. Много разных продаются в аптеке. А это Lululun. Маски, которые нужно использовать не два раза в неделю, как обычно, а каждый день. Вот такие большие пакеты. Они не разделены внутри. Все в одном пакете. Это Ubaji бренд. Много средств для осветления кожи. Вот такая вот марка Milano CC называется. Очень хорошее средство. Для выведения пигментных пятен. Для осветления. В Японии популярны. Стенды с каплями, с витаминами для глаз. Есть очень хорошие варианты японского производства. Вот то же самое, что я вам показывала в предыдущей аптеке. Smile Gold, например. Они легкие, увлажняющие, без ментола. Внутри не щипят глаза. Очень мягкие. Увлажняют, снимают усталость. При долгой работе на компьютере, например, в аптеке продаются не только витамины для глаз, но и лекарственные средства. А это крем. Недавно вам его показывала. Очень популярен в Японии. Используют его обычно всей семьей. Для ног, для рук. Грубая кожа на пятках, например, на локтях. А это, наверное, с другим ароматом. Такой же крем я не видела. Первый раз вижу. Может быть, новинка. А вот такие пластыри и кремы используют при болях в спине, в мышцах. Хотела вам показать вариант, который я часто использую, но не нашла. Видите, есть в виде геля, а есть вот такие вот пластыри. Несколько часов действуют, расслабляют мышцы. А есть вот такие варианты. Не лекарственные, а просто для расслабления. При наклеивании такие пластыри нагреваются до температуры 40 градусов. И приятно расслабляют мышцы, зимой особенно. Летом же в Японии, наоборот, начинают продавать различные охлаждающие пластыри, средства. Порошок и гели для стирки японского производства. Я чаще вот такой покупаю для стиральной машинки. А это ватные диски. У Шесейда очень хорошие. Вот такие есть. Обычные формы из натурального, органического катона. Они очень-очень мягкие, приятные к лицу. А это клей для ресниц. Очень хороший. И вот такие вот разные реснички. Есть и очень натурально выглядящие варианты. Подойдут даже для дневного макияжа. Очень мне нравятся в аптеках. Продаются вот такие маленькие баночки. Все для путешествий. Очень удобно. Куда можно переложить косметику, например. Или вот такие вот уже готовые упаковки в миниатюре. Для удаления макияжа, например, влажные салфетки. Или вот такие наборчики, куда входит полный уход на один день. Небольшие флакончики, которые также можно взять с собой. Вот это вот масло, кстати, тоже очень хорошее для удаления макияжа. Софтиму. Косое. Оно недорогое, хорошо очень удаляет макияж. И биоры тоже очень хорошее. Именно вот этот гель хорошо удаляет косметику. А здесь зубные пасты, например, в миниатюре. Также можно взять в путешествие с собой. Зубная щетка и паста. Небольшой размер от японской марки Апокарт. Хорошая. Все в миниатюре. Что здесь еще интересно? Вот это вот пятновыводители. Тоже небольшого размера. Я такие не пробовала. Вот этот набор для полировки ногтей. Недавно вам тоже показывала. Дукату очень хороший. В него входят пилки, которыми нужно немного отполировать ногти. Потом паста из набора. И специальным бафом отполировать их. Появляется такой блеск красивый, гладкость. Полезные напитки. Ауджир. А здесь бады. Это клетчатка. Точно такую же показывала вам на канале. Добавляю с утра в йогурт. Давайте оставлю ссылку тоже на видео. О японских пищевых добавках, бадах. Коллаген, например, продается в аптеках тоже. А это бады от очень хорошей марки Кубаящи. Медицинская компания производит в Японии лекарственные средства. Бады, например, для глаз, для иммунитета. Чеснок, ферментированный кальций, магний. Бады для женщин после 40 лет. Изофлавоны, сои. Разработки бренда Кубаящи. Очень качественные, конечно, бады в Японии. А это на токенадзе. Не имеющий аналогов в мире. Изготавливается из соевых бобов. Для гладкости крови против тромбов. У кого повышенный холестерин, нужно пить обязательно. Комплексы очень хорошие. Мультивитамины, аминокислоты. Видите, как стоят в аптеках бады от Кубаящи. Только картинка. А на кассе вам выдадут уже оригинал. Пакетик с витаминами, бадами. Японские бады самые популярные в мире. Безопасные, очень хорошее качество. DHC бренд. Еще очень широко представлен всегда. Тоже очень много разных аминокислоты, омега-3, витамин С, комплекс витаминов В. На токенадзе от марки DHC, например, по одной капсуле в день нужно пить. Вот этот бад я тоже сейчас пью. Фоскори называется. После еды его нужно принимать. Способствует похудению. Улучшает пищеварение. Расщепляет подкожный жир. А это донник. Лекарственная трава. Снимает отечность. Выводит лишнюю жидкость из организма. Ну что ж, друзья. Вот такой у нас сегодня с вами бьюти-шоппинг получился. Посмотрели с вами ассортимент и в известных бутиках, и в японских аптеках. Под видео я оставлю ссылку на магазин Tokyo On Demand. В котором можно приобрести с международной доставкой некоторые из этих средств. Почитать более подробную информацию о бадах, например. О витаминах, уходе для лица косметических средствах. Японского производства. Также, конечно, оставлю ссылки на предыдущие видео. В которых я показывала бады. Более подробно рассказывала о косметике разной. Переходите, смотрите, если вам интересно. Если нужна более подробная информация. Я с вами на этом прощаюсь. Всем здоровья, мира, добра. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok